Каменная роза. Цветок каменной розы носит несколько названий – семпервивум, вечно живой, молодила, эхиверия, заячья, капуста. Но лишь настоящее название в полной мере характеризует его красоту и способность выживать в любых условиях. О суккулентах. Суккулентами называются сочные растения, способные запасать до 90-95% воды в листьях или стеблях. Это позволяет им выживать в зоне пустыни и полупустыне, степи, высокогорье, даже в условиях соленой почвы морского побережья. Описание каменной розы. Название цветка обусловлено схожестью мясистых листьев с лепестками розы. Но по сравнению с обычной розой, этот цветок необыкновенно жизнестойкий, крепкий, как камень. Растение выживает на скальниках, каменистых почвах, песчаниках, лесных окраинах. Латинское название произошло от вторых слов «simper» всегда и «vius» живой. Народное название цветка – «живучка». В природе растение произрастает на территории Кавказа, Северной и Восточной Европы и Азии. Каменная роза. Во время Средневековья у европейцев существовало суеверие о том, что розетки каменной розы даруют покровительство божества Тора. Согласно примете, высаженный на кровле цветок защищал жилища от ударов молнии и грома. За это он даже получил название «громовая трава». Заодно сок кулен служил для укрепления крыши, обладая свойством прорастать везде, где отсутствовала черепица. Натирание щек листьями цветка помогало девушкам вернуть румянец и выглядеть моложе, поэтому одно из распространенных названий цветка – «молодила». За свою компактность и схожесть с капустным качаном растение называют «зайчьей капустой». Настой и отвары цветка оказывают лечебное действие при заживлении ран, заболеваниях сердца, легких, желудка. Каменная роза прекрасно вписывается в ландшафтный дизайн, хорошо соседствует с невысокими цветами, украшает садовые дорожки, бордюры. И цветники, создает живое пестрое покрывало на участке, становится частью дизайнерской садовой композиции. На заметку, неприхотливый суккулент по праву считается незаменимым участником современных ландшафтных ансамблей. Цветок способен сохранять прекрасный вид на протяжении всего года, поражая богатством цветов и оттенков. Характеристика Каменная роза – это почвопокровный суккулент, низкорослый и многолетний ксенистов толстенковых. Описание с импервивомо – короткий стебель, к которому крепится шарообразная розетка со спирально прикрепленными листьями. Некоторые сорта лишены стебля. Диаметр розетки достигает 15 см. Листья остроконечные, продолговатые и очень мясистые. Могут быть покрыты восковым налетом или опушением, помогающим сохранять влагу. Цвет листьев – зеленый, розовый, серебристый, красный, коричневый, иногда присутствует кайма. Корневая система поверхностной либо представлена крепким корневищем. Быстро восстанавливается, поэтому растение легко переносит пересадку. На заметку, цветение молодила начинается обычно на третий год после посадки, в июне-июле. Из центральной части розетки наблюдается неспешный рост толстого цветоноса длиной около 15-20 см. На верхней его части начинает расцветать соцветие в виде щитка или метелки из небольших звездчатых цветочков белого, сиреневого, желтого, алого или розового оттенков. Аромат очень приятный. Каждая из розеток способна цвести лишь единожды, после чего отмирает и сменяется новый виды и сорта. Каменная роза имеет около 700 разновидностей. 50 видов культивируются в России. Одни из наиболее популярных сортов цветка – кровельная. Русская, паутинистая, мраморная, шарообразная, известковая, горная, кавказская, вульфена, гамма, агротехника. Важно! Каменная роза – цветок очень неприхотливый, поэтому ухаживать за ним может даже начинающий цветовод. Субкулент хорошо цветет как в домашних условиях, так и в саду, на даче. Посадка в открытом грунте. Каменную розу можно посадить в самых труднодоступных местах. Она будет хорошо себя чувствовать в пространстве между камнями, широких вазонах, любых горшках и емкостях. Неприхотливость цветка объясняется его высокой устойчивостью к любым условиям, засухе и сильным морозам. Чтобы получить насыщенный оттенок листьев, лучше выбирать хорошо освещенное место для посадки каменной розы. В тени она будет бледной. При домашнем выращивании горшок следует держать на южном подоконнике, обеспечивать дополнительной подсветкой. Посадка – подходящая почва для цветка, легкая, песчаная. Необходим дренаж в виде камешков, керамзита, мелкого щебня. Молодела хуже переносит в кислую среду, поэтому удобрения добавлять не стоит. В домашних условиях подойдет смесь из песка и торфа, смешанных в пропорции 3.1, с обязательным добавлением дренажа. Важно! Посадка рассады цветка производится в весенний-летний сезон, вредварительно разрыхленный, очищенный от сорняков, разбавленный песком и галькой грунт. Ямки делаются на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Между карликовыми сортами цветка остаточно оставлять от 5 до 7 сантиметров пространства. Рассаду вместе с комом земли помещают на небольшую глубину, присыпают почвой, утрамбовывают и поливают. Каменистая роза высаживается в основном рассадой, так как вокруг нее образуется много дочерних розеток. Недаром французы дали ей еще одно название – наседка с цыплятами. При комнатном выращивании дочек каменные розы отделяют в сентябре, помещая в отдельные емкости. Обратите внимание, при размножении семенами рост цветка замедляется. Высевание семян приходится на начало марта. Через неделю появляются проростки, которые пересаживают на постоянное место в первые дни июля. Уход несмотря на неприхотливость каменной розы, все же стоит уделять внимание правильной агротехнике. Полив цветка должен быть редкий. Один раз в неделю летом по потребности, зимой. Переувлажнение почвы, попадание влаги внутрь розеток – все это вызывает загнивание корней, листьев розы. Поливать нужно под корень. Прополка должна быть регулярной и аккуратной, чтобы не повреждать молодые розетки. Подкормка цветку не нужна. Лишь через 3-4 года можно использовать смеси для подкормки кактусов. При этом рекомендуется добавить дробленый древесный уголь. Можно использовать перегной. Не нужно опрыскивать или протирать листья цветка, так как они обладают собственной защитой в виде пленки. Капли влаги под солнцем могут спровоцировать ожоги. После цветения рекомендуется удалить подсохшие соцветия, чтобы дать цветку восстановить силы для нового сезона. Уход важно. Каменную розу рекомендуется не пересаживать, а рассаживать. Чтобы многочисленные дочерние розетки не мельчали, их рассаживают на другое место. Каменная роза хорошо переносит морозы под снежным укрытием. Для этого она усыхает осенью, избавляясь от излишков влаги в листьях. Но недавно высаженные, неокрепшие цветы стоят прикрыть листвой или ветками хвойных деревьев. Болезни и вредители. Сильный иммунитет каменной розы помогает ей справляться с большинством болезней и вредителей. Но некоторые насекомые все же могут навредить цветку. Личинки майского жука проедают в растении длинной ходы. Спасти молодео можно пересаживанием на другое место и обработкой почвы химическими препаратами. Важно! Неправильный уход служит причиной загнивания частей каменной розы. Ей противопоказаны частый полив, застой воды и смачивание розетки. Загнившую часть цветка необходимо срезать, провести дезинфекцию растения, пересадить на другое место. Розу с загнившими корнями следует уничтожить в избежании заражения здоровых цветов. Сорняки могут стать злейшими врагами цветка. Они крадут у него питательные вещества, задерживают влагу. Высокие сорняки затеняет молодела, вызывая его медленную гибель. Прополка должна быть регулярной. Выращивание каменной розы практически не доставляет хлопот своему хозяину. При этом цветок хорошо украшает любой сад, офис или комнату. 0.0 в отартикле ратинг. Прополка. Прополка. Прополка.